Говорят, что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. В нашем шоу «Сердца за любовь» всё по-другому. На 5 девчонок сотни парней. И у каждой есть 1000 баллов сердец, на которые она может выбрать себе лучшего спутника. Парни сами назначают себе цену. Я оценил себя в 100 сердец, потому что моя мама говорит, что я красивый. Но есть подвох. Девушки делают ставки вслепую, не видя парней и зная о них лишь то, что они указали о себе в анкете. Я готова на всё. Я тоже буду смотреть, где Чулев засиделась. Я думаю, даже не будем смотреть. Я хочу, хочу его, хочу. После ставок девушек у парня будет 30 секунд, чтобы произвести впечатление. Это что? Слушайте, вы прям симпатичные, причём очень. Вау! Ого! Давай, давай, давай! Слишком! Зайчики! От него зависит, будут ли за него бороться. Ты что там выщешь мне вот интересно? Это мелочь! Вау! Тебе есть чему учиться? Может быть, пойдём я тебя всему научу? Или сольют. Почему носки? А почему нет? Я пас. Если парень не понравится, девушки могут отказаться от него. Я пас. Я пас. Пока! Пока-пока-пока. Но их первоначальная ставка всё равно сгорает. Все сердечки также сгорят, если девушка пошла ва-банк. Удачи вам, девочки. Найти свою любовь. Пока-пока. 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 Если несколько девушек пошли ва-банк, то тогда уже парень будет решать, с кем он отправится на свидание. Значит, я сейчас выбираю, да, получается? Да. Бери любую! Прямо сейчас пять девушек вступают в борьбу. Знакомьтесь с сегодняшними участницами шоу. Кирилла. 25 лет. Неформальная принцесса автостопа. Она делает хорошим людям пирсинг. Пока у неё всего семь татух, но это не предел. Считает, что главное в мужчине – его душа. А всё остальное – неважно. Екатерина. 27 лет. Прекрасная, позитивная принцесса на белом коне. Прискачет и спасёт своего королевича из любой беды. Врагов и соперниц заходит шпильками. Берегитесь все. У Екатерины длинные коготки и острые каблучки. Виктория. 16 лет. Очаровательная кокетка. Любит фотографировать, петь и рисовать, но и о хозяйстве не забывает. В общем, за ней, как за каменной стеной. Николета. 17 лет. Девушка редкая во всех смыслах. Её имя, её характер и её взгляды на жизнь уникальные. Насколько? Узнает только её избранник. Дарья. 22 года. Умная и добрая девушка. Во всём пытается дойти до самой сути. Мечтает встретить парня, с которым можно обсудить не только блокбастеры, но и кино не для всех. Привет, девчонки. Это лучше, чем дырявые колготки. Вы сюда парней пришли выбирать. Так, давайте выбирать. Так, давайте выберем мальчика уже. За сколько? Я предлагаю 100. Я пока ничего не предлагаю. Я дождусь и посмотрю, кто у нас будет. Все согласны? Ну, гол. Делаем ставку 100. Ну, можно. Я повышу её. Я буду выше немножко. Я надеюсь, человека магнита увидит, найти для неё пару. Я думаю, за 100 как раз магнит и выйдет. Сергей. 21 год. Продвигает себя во всех сферах. Ведь если человек талантлив, то он талантлив во всём. Девушка должна ему соответствовать. Быть боевой подругой таланта. Мальчик за 100. Играем все. Играем почему бы и нет. Надеюсь, первый блин не помню. Ну, молоденький, можно попробовать. Мне интересно, что за тип. Оценил себя в 100 баллов, потому что, я думаю, есть к чему расти, к чему стремиться. Всё впереди. Привет, девчонки. Меня зовут Сергей, мне 21 год. Хотел бы вам показать сегодня карточный фокус. Для этого мне нужна помощница. Давай, я тебе помогу. Можно? Хорошо, конечно. Надеюсь, я в кролика не превращусь. Может быть. Ты уже кролик. Слушайте, если он сейчас в кролика превращается... Смотри, скажешь, когда стоп. Стоп. Запомни эту карту. Запомнила. Все запомнили? Да. Можешь перетусовать колоду. Давай. Ты, надеюсь, не подглядывал? Нет. Всё по-честному. Всё при тебе. Давай, держи. Смотри, сейчас я попробую найти твою карту. У меня будут четыре попытки. За четыре ты, конечно, найдёшь карту. Это неинтересно. Давай 36 попыток сразу. Попробуй сначала фокус, потом уже. Смотри. Первая попытка, мне кажется, это твоя карта. Это не моя карта. Нет. Не ваша, да? Подержи тогда. Не переворачивай только. Это ваша карта. Слушай, мне кажется, ты такой лузер. Это опять не моя карта. Слушай, давай попустей, пожалуйста. Ты реально уже скучно. А слушай, ты сейчас мою карту дал, но показал другую. Уже всё. Девочка, вам нравится? Нет. Короче, всё, мне кажется, это скучно, неинтересно. Мне... Я пас. Мне неинтересен этот мальчик. Я, если честно, знаю один карточный фокус, и я его показываю гораздо лучше. Извини, пожалуйста, но реально скучно. Хорошо, до свидания. Пока-пока. Частливо. Ну, я бы хотел увидеть достойную девушку, которая сможет меня полностью выслушать, а не вот так вот, как вот эти девчонки. Не досмотрев ничего, они прервали и отказались. Ну, как закон стада, одна нажала, все подтвердили. Посмотрим, что будет дальше. Я надеюсь, будут фокусы поинтереснее гораздо. И мальчишки будут беспреколее. Так, давайте, может быть, повысим ставку, сделаем 300. 300, да. Надеюсь, получше будет вариант. Давайте. Согласна с вами. Я хочу посмотреть, что будет дальше. Такой же будет клоун или будет что-то поинтереснее? Ну, что, мальчик за 300? Мальчик за 300. Я беру. Ян, 26 лет. Человек-праздник. Увлекается боевым самбо. Ищет обаятельную девушку со слепительной улыбкой. Ой, обаятельная, с красивой улыбкой. Это про меня. Я играю. Я, пожалуй, пас. Мне неинтересно вообще никак. А я, пожалуй, поиграю. Это будет интересно. Нет, не мое. А вот мне хочется посмотреть на него. Может быть, он накачанный? Я себя оценил в 300 баллов, потому что я считаю, что мужчина – это человек, который создает эмоции. И именно я могу дать эти эмоции людям, соответственно, девушкам. Знаете, на самом деле, поскольку суть этого шоу – это любовь, я хотел вас впечатлить конкурсом. Условия конкурса. Каждая из вас, начиная, конечно же, с тебя, называет слово «любовь» и дает продолжение этому слову. Время дается 5 секунд. Нельзя сбиваться и повторяться. И вы, соответственно, делаете по очереди. В конце кто-то из вас получит от меня секретный подарок. Я надеюсь, это будет не скучно и не нутно, как был предыдущий. Посмотрим. Но все зависит от вас уже, конечно же. Ну попробуем. Ну что, начинаем. Раз, два, три. Нежность. Прекрасное чувство. Вечное чувство. Слушай, я в твои игры играть не хочу, не мой. Типа аж, ну скажу, ладно, это эмоция, любовь – это эмоция. Любовь – это доброта и честность. Искренность. Четыре, пять. Все, извини, ты вылетаешь. Слава богу. Так. Ты. Ну. Да поиграешь. Да не хочу с ним играть. А я поиграю, я хочу узнать все-таки. Пожалуйста. Истины. Сюрприз. Ну все, давай, продолжаем. Все, ты его и выбрала одна. Надежность, уверенность, плечо. Ну что, значит, ты сегодня победила. У меня один момент к тебе, стой, подожди минутку. У меня к тебе тоже встречное такое предложение. А проговори мне фразу. Ехал грека через реку, видит грека в реке рак. А ехал грека через реку, видит грека в реке рак. А можно погромче? Сумма грека руку в реку. Рак за руку. Греку цап. Вынь. Микрофон из сорта, извините, пожалуйста, нафиг. Правда. Я все-таки готов в каждой из вас, несмотря ни на что, подарить этот презент. Начнем с тебя. Ух ты. Это тебе. За твою сообразительность. Ух ты. Спасибо. Первый кролик готов. И чтобы каждая из вас, когда встретит своего молодого человека, у нее в животе запахали бабочки. Держи. Ой, как мило. Я буду очень красивой зайкой сегодня. Может, я найду своего, наконец-то, зайчонка. Я порхаю. Держи. Ой, колдуешь на нас. Спасибо. А если не надо, чтобы она в животе запорхала. Спасибо. Я сделал предложение, подарил колечко. Прикиньте. А мне тоже подарил колечко. Ты мне сделал предложение? Конечно. У меня есть свое решение. Забирай его, забирай. Ну, я думаю, он подойдет к тебе. Пока-пока. Пока. А вы пожалеете. Обязательно. Увидимся на моих мероприятиях. Надеюсь, нет. Не пожалеем мне чуточку. Меня не выбрали, потому что я считаю, что, может быть, не совпал типаж. Но это бывает. Это нормально. Так, давайте теперь возьмем за 500. Мне кажется, за 500 уже нормальный должен попасться. Который-нибудь адекватный, активный, интересный. По-моему, они сегодня все какие-то ни о чем. Нет, я хочу все-таки остановиться на том, что мы поднимем ставку на 500. На сегодня цирк продолжается. Все, давайте за 500. Давайте, давайте, смотри. Я беру мальчика за 500. Артур, 23 года. Король андеграунда. Может все. Готовить, организовывать праздники, лепить, петь, читать стихи, администрировать ресторан. Уверен, что о семье ему пока задумываться рано. Но хотел бы, чтобы рядом была необычная, веселая девчонка. Я тоже не хочу семью, хочу развиваться, и поэтому я буду играть. Мальчик сказал, он не хочет семью. Нет, не мое, я хочу семью. По-моему, это будет очень интересно посмотреть на него. По-любому какой-то бабник девке отвечаю. Не, я пас. А я посмотрю. Я оценил себя в 500, потому что я молодой, обаятельный. Могу дарить наслаждение и удовольствие любому, кто рядом со мной. Девочки, это жарко. Это твой кандидат, твой магнит. Наконец-то он пришел. С бабником я погорячилась. Слишком худой, похоже, голодом держит себя. Девчонки, я сразу нет, я уступаю место для этой королевы. Она нашла свой магнит. Удиви. Здравствуйте, девчонки. Я люблю наслаждаться жизнью. И хочу дарить наслаждение человеку, который рядом со мной. Хочу развлекать и любить человека. Ну развлеки нас, давай. Это твой. Это еще не все. Я приготовил вам небольшой сюрприз. Я хочу показать вам свои шары. Какие шары? Вопрос. Закрой глаза. Не стоит. Я ведь могу не только готовить или пить. Могу устраивать праздник каждый день. Нас, неаккуратнее, хорошо, ладно. Девочки, цирк продолжается. Я говорила. Я боюсь, если честно. Я переживаю, что он отлетит случайно кому-нибудь в глаз. Мне нравятся его шары. Я пойду в обанк. Все, забирай, забирай, забирай. Да, 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 да. Это твое, твое. Это твое, да. Ты хочешь забрать себе эту прелесть? Мне тоже нравится этот парень. Я иду в обанк. Даже так? Все, девочки, забирайте вдвоем его. Уходите вдвоем, давайте. Я не против. Забирайте его. Так нельзя. Очень тяжелый выбор, очень тяжелый. Слушай, забирай двоих сразу. В смысле ты в обанк? Домой. В смысле, ну а почему бы и нет? Мы точно разные люди. Ты ему совершенно не подходишь. Посмотри на себя. Ты обычная девочка. Да не, уступи ты мне. Ты знаешь, кого выбрать, чувак. Ты же выберешь меня, правда? Правда, правда. Вы подходите друг другу больше. У вас больше татуировок и пирсинга. Смотри на мой язык. Ты подходишь, я выбираю тебя. Я пас. Все. Ура, ура. Минус одна ушла. Ты бы сделала большую ошибку, если бы ты согласилась. Пока, девочки. Оставайтесь, ищите себе бородачей. Я рада, что ты нашла монетик. Найдем, найдем. При... Нас притягивают. Давай, давай, пока. Я не знаю, срастется ли у нас что-нибудь с Артуром, но время покажет. Почему бы и нет? Насчет совместного будущего с Кирой я не знаю, но я очень на это надеюсь. Семью создавать мы, возможно, не будем, а будем путешествовать, наслаждаться жизнью. Как я говорю. Ты же нажала ва-банк. Тебе пора. Давайте, пока-пока. Минус одна. Сегодня не твой день. Дальше тебе удача. Спасибо. Надеюсь, ты встретишь свою любовь. Я ушла ва-банк, потому что этот молодой человек Артур меня в какой-то момент заинтересовал. Но после того, как он выбрал другую, я немного в нем разочаровалась. В борьбу за парней вступает еще одна красотка. Алена. 19 лет. Никогда не остается незамеченной. Обожает красный цвет. Алена за честные отношения. Чтобы с самого начала было понятно, кто чего ждет. Ищет парня, с которым будет интересно. А в студии появляется следующая участница. Валерия. 17 лет. Рождена, чтобы побеждать. Валерия увлекается легкой атлетикой и вокалом. Уйдет шоу только с добрым, честным и красивым парнем. И никак иначе. Девочки, вы даже нам не конкурентки, поэтому я не волнуюсь нисколько. За сколько будем играть? Предлагаю 100. Давайте начнем опять с нуля. С самых дешевых. Ну, для девочек как раз пойдет. Давайте, да. Ой, ты себе цену только набиваешь. Все, мальчика за 100. Мальчика за 100. Все за. Стас. 20 лет. Творческая личность. Обладатель сногсшибательной улыбки, которую использует для обольщения противоположного пола. Пока никто не смог устоять. Не любит ревнивых девушек. Я люблю улыбки, поэтому я играю. Люблю позитив. И мне он, думаю, тоже понравится. У него красивая улыбка, у меня. Я играю. Играю. И-и-и. Сильно старый для меня. Я пас, девочки. Да, ну, мне кажется, сейчас будет интересно. Ну что, мы готовы для нового мальчика? Ну да. Я оценил себя 100 баллов и приготовил музыкальный подарок для наших девочек. Вау. Вау, вау, вау. Причем, всем привет. Мой образ жизни не понять, вам я это знаю. Не покладая руки, я в олимпийском выступаю. Я вообще забыл, что такое отдых. А иногда хожу в костюмах старомодных. Мне говорят, что ты не такой ко всем. И что не пишешь давно музыкальные тренды. А я сегодня забил на все и на всех. Еду на Бентли с телефоном Верту. Еду на Бентли. Еду на Бентли с телефоном Верту. Все дарят комплименты. Еду на Бентли. Еду на Бентли с телефоном Верту. И все дарит комплименты. На-на-на-на-ну. Я сегодня зарабатываю свое бабло. Бросил пить, курить и трачу только на музло. Я не спортсмен, но спорт это сила. Спасибо, очки. Вабанг! Я уйду вабанг! Он мой, я его хочу сегодня забрать. Я же забыл за слова прям. Ты покорил мое сердце. Спасибо большое. Слушай, ты, конечно, парень интересный, но не зарядил меня своей энергией. Плюс поцеловал другую и разбил мое сердце. Да ладно, разбил. Ты горячий, но музыка так себе. Мне кажется, что мы слишком разные. Я пас. Очевидно, что вы разные. Естественно, посмотри на себя. Иди-ка, мой мальчик. Я тебя хочу забрать с собой. Пойдем. Я желаю вам удачи, девчонки, и обрести свою любовь. Да ладно, пойдем. Не завидуйте. Зависть плохая штука. Согласна. Ну вот, еще одну парочку отправили. Пока! Дарья! Дарья мне очень понравилась. Да, у нее такие прекрасные ноги, бедра. Но это не самое главное. В ней я ощутил вот ту душу, которая похожа на меня. Да. На мою такую энергетику и ауру. Поэтому я считаю, что в будущем у нас все срастется. Я думаю, да, у нас все получится со Стасом, так как мы два творческих человека. Он музыкант, он певец, а я танцовщица. Я раньше занималась танцами. Поэтому я думаю, у нас с ним будет легко найти общий язык и сработаться, как говорится, слюбиться. В борьбу за парней вступает еще одна красотка. Настя. 20 лет. Читает Шекспира в оригинале. Любимая пьеса «Укращение строптивой». Ищет парня, способного ее укротить. Ну что, девочки, выбираю мальчика за 300? Предлагаю 300. Да, давайте. На мальчика за 300. Юз, 25 лет. Занимается продвижением сайтов. Боксер и зожник. Играет в группе на электрогитаре. Недавно купил дом на берегу Средиземного моря. Ищет девушку для вечной любви. Так, купил дом, мне это очень нравится. Люблю жаркую температуру, люблю тропики, тропические места. Поэтому я беру его. Здоровый образ жизни и спорт, это мое. Беру. А я хочу на море. Беру. Его имя такое оригинальное. Может быть, красавчик будет. Взрослый, с домом. Мы идеально подходим друг к другу. Наверное, сейчас какой-нибудь мулат придет, раз у него дома на море. Шоколадка? Шоколадка. Ждем шоколадку. Я решил оценить себя в 300 сердец, исходя из того, что меня вдохновляет история 300 спортсменцев. То есть, во многом я сделал это произвольно и ссылаясь на эту историю. Привет, девушки. Привет. Слушайте, я была права. Шоколадка к нам пришла. Во-первых, все отлично выглядят. Меня зовут Юз. В основном мое времяпровождение – это работа, спорт и немного творчества. А чем занимаешься в плане творчества? Творчество я рисую и не более того. Рисую портреты карандашом. Что главное в девушке? В девушке главное – ее нравы. Ну, опять же, все зависит от того, какие изначальные цели по отношению к девушке. Что главное для парня? Характер. Возможно. Задавайте вопросы, в принципе. Каждый из вас по-своему красивый. Посмотрим. А тебя не смущает, если у девушки были уже другие отношения? Мы можем хорошо провести время, но не более того. Я пас. Слушай, а ты сказал, можешь нарисовать портрет. Сможешь нарисовать меня за 10 секунд? За 10 секунд? За минуту, за 10 секунд. Сколько тебе нужно? Мы сделаем это вне проекта. Сейчас я с удовольствием сыграл бы для себя на электрогитаре и для одной из вас, в принципе, неважно для кого конкретно. Музыка. Давай сыграй нам, сыграй. Устроим стратегу. Но, к сожалению, электрогитары нет. И хочется отметить, что для той, кто выберет меня, после проекта ждет небольшой сюрприз. Я, наверное, пас. Слишком много, но, но. Не-не-не. Я пас. Повышаю. А что скажешь ты? Ну, я даже не знаю. А чем ты сможешь удивить, я так и не поняла. Могу отжаться на пальцы, к тебе это устроить? Давай, пусть же надо. Давайте-давайте, посмотрим. Ну, покажешь, Тонич. Это только на словах. Это все? Это все в следующий раз? Нет, 40-45 раз. Если вы хотите, можете присесть на мою спину. Я тоже повышаю. Отлично. А я иду ва-банк. Точно приготовил сюрприз? Разумеется, иначе зачем мне об этом говорить? Я тоже ва-банк. А теперь выбираешь ты. Каждый из вас по-своему красиво. Я выберу тебя. Какая-то скучная у них пара. Очень рада, что они нас ждут друг друга. Нет, другого не было. Я думаю, мы найдем чем заняться. Удачи! На проекте я выбрала себе Юса, потому что он художник, рисует портреты, играет на гитаре и занимается спортом, плюс ведет здоровый образ жизни. Касательно наших перспектив с Лерой, я думаю, мы пообщаемся и приятно проведем совместное время. Ну, как бы уходи. Тебе пора. Пока. Да мы все сейчас пойдем, парни закончились. Ну, ты первая будешь, давай. Тык-тык.